Привет! Вы слушаете «Как искать» — подкаст о том, как собрать лучшую команду для своего бизнеса. Этот подкаст мы делаем в студии RedBarn. Меня зовут Анастасия Серебренникова, и я HR-директор крупного облачного сервиса. Каждый выпуск ко мне в студию приходят HR-специалисты из крупных компаний. Вместе мы обсуждаем востребованные профессии и рабочие способы по поиску лучших специалистов на рынке. Спонсор этого сезона — сервис по поиску работы и сотрудников Хэхэру. Сегодня у нас в гостях Елена Лондарь, HR-эксперт, руководитель проектов социальных медиа Хэхэру. Лена, привет! Настя, привет! Я так рада сегодня тебя приветствовать. У тебя очень крутой 20-летний опыт в HR, и у меня к тебе много-много интересных вопросов. Предлагаю нам начать. Мы с тобой сегодня будем обсуждать, как нанимать HR. Для начала расскажи, пожалуйста, про свой профессиональный опыт и как вообще ты попала в сферу HR. Все-таки 20 лет — это очень масштабно, и даже интересно послушать с точки зрения, как изменилась отрасль, какой она была 20 лет назад и какой ты видишь ее сегодня. Ну да, спасибо тебе за вопрос. Я нечасто рассказываю себе, обычно спрашиваю у других, и когда ты проводишь интервью, тоже, например, спрашиваешь у кандидатов, никогда не рассказываешь о себе. Такая нечастая возможность поговорить о своем опыте, так что благодарите за вопрос. Я пришла в HR, как обычно, случайно, хотя вот еще мое первое образование — это юрфак, и на юрфаке писал диплом по трудовому праву, выбрал тему трудовых споров и конфликтов, и уговорился научного руководителя разрешить мне вставить туда пару эпизодов из психологии конфликта для того, чтобы выиграть суд. То есть я пришла в HR работать из продаж, и меня сразу, мне предложили нанимать людей. Я была менеджером, назначили руководителем группы, мне необходимо было отбирать людей, и вот подбор, он как-то с первых дней моей работы практически начался, я начала подбирать людей в свою команду, и меня никто этому не учил. То есть я побывала на собеседованиях старших коллег, скажем так, опытных руководителей, послушала, что они спрашивают, спросила, что мы оцениваем, кто нам нужен, и начала сама, собственно. Так начался мой опыт в подборе, и вот на сегодняшний день у меня за спиной порядка 12 тысяч интервью. Это большая толпа людей. Ну, если взять вот так вот Суздаль. Стадион, да? Вот если возьмёшь город Суздаль, то там живёт где-то 9,5 тысяч жителей вот от рождения до самого, уже и пенсионеров тоже. Вот это представь, что я собеседовал больше, чем весь Суздаль вместе взятый. Круто. Да, например. А наняв людей, мне необходимо было их учить, обучать телефонным переговорам, и я это делала очень успешно. Ко мне коллеги, мои соседи, руководители таких же групп из колл-центра говорили, ты будешь своего учить, своих учить? Возьми моих парочку, у меня новенькие, возьми и моих, и моих, и моих. И через какое-то время, понимаешь, Настя, ко мне пришли HR и говорят, слушай, Лондарь, а почему ты обучаешь всех, не только своих операторов на телефоне, а почему ты всех вообще обучаешь? Иди ты к нам в HR-службу работать. Но я им тогда сказала, да ну что вы, вы обслуга, обслуживающие подразделения, а я в бизнесе работаю. Вот так. Да, 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 я к вам не пойду. Но они меня убедили, что мои навыки, мой опыт очень важны и востребованы, и очень нужны компании. А я вообще про пользу, вообще всегда была про пользу. Догнать и причинить непоправимое добро, это вообще мое второе имя. И я так, собственно, перешла в HR-службу, буквально через 9 месяцев ее возглавив. И мне было 23 года, когда я стала HR-директором IT-компании в 400 с лишним человек. Круто. Офигенный результат. Слушай, на самом деле, знаешь, мне кажется, вот я слушаю, и я вначале, когда сама пришла в HR, я не совсем это осознавала. Теперь я понимаю, что вот HR, который сочетает в себе компетенции юриста, менеджера по продажам, да, или там руководителя отдела продаж, HR, да, это же прям вот идеальный кандидат, который нужен вообще компании. Потому что это вот те скиллы, которые должны в целом сочетаться в успешном HR. Без них никуда. И, кстати, рекрутмент, это же те же продажи с одной стороны медали. Да, да, да. Когда выступаю, рассказываю предпринимателям, руководителям, как подбирать сотрудников, если ты не HR, я как раз очень много там параллелей провожу с циклом продаж. Потому что я сама продавала, я еще будучи там студенткой третьего курса, работала в страховании, подрабатывала такая, да, у меня была страховым агентом. А это потрясающая школа продаж, когда ты продаешь воздух, да, и, ну, например, моя первая страховка проданная, это была розовая АК, ОСАГО, которой не было вообще тогда на тот момент обязательной, за 10 лет до того, как она стала обязательной, я продавала ОСАГО на розовую АК. Наверное, там секрет успеха еще в цвете машины отчасти. Наверное, да. Кстати, я сейчас люблю розовый, у меня в гардеробе есть этот цвет. Но меня тогда называли акулой страхового бизнеса, потому что мне удавалось с каждым клиентом разговаривать на его языке. И одно из тех качеств, которые нужны HR, на мой взгляд, Настя, это вот эмпатия и способность влезть в ботинки другого, да, побывать на его месте и понять, а что он чувствует, что он думает, что нужно тебе, если ты руководитель, да, а я HR твой. То есть вот этот навык надевания чужих ботинок мне очень помогал, помогает в жизни и в профессии, конечно, тоже. И придя в HR, я пробовала, я уже занималась подбором, занималась обучением. Потом у меня был не очень удачный кадровик, мне пришлось вникнуть, понять, потрогать, делать производство, вот это все трудовые книжки, приказы, штатное расписание. Пришлось освоить и КДП, и оценку. Потом я, вот, поработав 9 месяцев уже в должности HR-директора, я пошла учиться на психфак в МГУ и именно на программу управления персоналом, и уже получала такое академичное, хорошее, очень структурированное образование. И придя оттуда, я внедряла, конечно, и ассессмент-центры для руководителей. То есть я вот всеми своими руками, вот этими двумя, попробовала абсолютно все участки и внутренней коммуникации, корпоративная культура, HR-брендинг, подбор, оценка, аттестации, да, оценка и аттестации как блок, и мотивация. Мы, естественно, с руководителями разрабатывали систему мотивации для всех подразделений. То есть это абсолютно все участки работы я потрогала своими руками очень в раннем таком возрасте, в юном. И в 29 я стала генеральным директором консалтинговой компании уже. Ну и дальше, дальше у меня HR всегда со мной, и работа с людьми, она всегда со мной, но это не единственное, что я умею. Да, но тоже на самом деле такой HR-скилл очень полезный для всех, и для управленцев, и для генеральных директоров, ну вообще для собственников бизнеса. Поэтому, да, куда бы мы ни развивались дальше, вот этот скилл, он на самом деле очень полезный и всегда пригодится. Ну вот, я тебя, да, слушаю и понимаю, что раньше ты была акула страхового бизнеса, а теперь ты акула HR-а. Ну нет, у нас уже не акулы, у нас уже не красный океан всё-таки, я надеюсь, а голубой океан. Поэтому нет, я же сейчас не работаю in-house, я сейчас являюсь консультантом премии HR-бренд, рейтинг-работодатель России, работаю с клиентами, и как спикер выступаю, и книжки пишу у меня, много чего можно послушать, посмотреть, да, и я так не претендую на акульство, да. Мне кажется, я опять же про пользу и про то, чтобы, наверное, уже пришёл у меня тот период, когда хочется передавать свои знания дальше, больше, и помогать и бизнесу находить тех самых HR-ов, которые будут делать руками, и помогать HR-ам становиться ещё более профессиональными, и говорить на языке бизнеса, понимать, что от них требуется, развиваться, расти, становиться, там, хотите, кроликами, хотите, мышками, зайчиками, акулами, кем хотите. Какая у вас там, да, организационная культура, в зависимости от этого. Как раз хочу с тобой поговорить поподробнее о том, кто такой HR, чем он занимается в компании, чтобы помочь разобраться нашим слушателям, потому что, например, могу сейчас рассказать, поделиться, с чем сталкиваюсь я, когда говорю о том, что я HR, не все понимают, ну, действительно, не все, а, например, моя бабушка как-то спросила, у меня, говорит, ну, это же кадровик, я говорю, нет, не кадровик. Ну, как бы, в итоге, я помню, что это было некогда, я не могла сесть подробно прям объяснить, почему это не кадровик, у неё был второй заход, она, знаешь, мне такая, говорит, ну, у тебя же есть отдельный кабинет с картотекой? Я говорю, нет, вообще ни разу. Я говорю, у меня вообще нет даже рабочего стола в офисе. Ну, это был как раз момент, когда мы все перешли на удалёнку, там, переехали в небольшой офис, и решили, что индивидуальный стол у сотрудника будет только если он от трёх рабочих дней в неделю работает из офиса. Все остальные просто себе бронируют столы перед тем, как прийти, ну, то есть ты не можешь там оставить свои вещи на своём столе, так как я в офисе бываю достаточно редко, ну, я говорю, у меня даже нет стола, какой кабинет с картотекой? Вот у него были такие удивлённые глаза, и на самом деле я нередко с этим сталкиваюсь, и часто называю себя директором по персоналу, директором по управлению персоналу, ну, то есть вот так понимают, но когда говоришь именно HR, то сложно. Давай поможем разобраться, кто всё-таки такой HR, и чем он занимается в компании, какие от него ожидания. Давай. Я вот буквально вчера познакомилась с человеком, он занимается разработкой, и он у меня как раз, он поляк, и спросил, чем я занимаюсь, я написала people management. И ты знаешь, вот это было сразу понятно человеку, что такое people management, то есть управление людьми, работая в сфере HR, запитая people management. И вот это вот, наверное, такое всё, что касается людей. Но я весь блок сферы human resource, от которых человеческие ресурсы, сейчас уже говорят там человеческий капитал, но даже более современно, это действительно, говорит, people management, это работа в сфере управления людьми. И я делю её так крупно на шесть больших блоков. Первый – это, конечно, подбор и адаптация, как процесс. Второе – это обучение и развитие, оценка и аттестация. Я их разделяю, потому что аттестация обязательно должна нести какие-то последствия фискальные такие, в виде записи в трудовой книжке, повышение и понижение зарплаты и должности. Поэтому я их так вот говорю, оценка и аттестация. Обучение и развитие. Для меня это тоже разные вещи. Это мотивация материальная и нематериальная. Корпоративная культура и внутренние коммуникации. И не называл ещё, наверное, да, то самое кадровое делопроизводство, который кадровик с картодекой. Это ещё один блок, да? И с кабинетом отдельным. И с отдельным кабинетом обязательно. Но с сейфом. Главное – сейф для хранения трудовых книжек. Хотя сейчас уже и… Электронных. Электронные, да, для этого сейф не нужен. Но кто-то же говорит, что нет, я хочу только вот old school, вот только хочу бумажную, пусть будут и в сейфе они должны храниться. Да, у нас даже среди разработчиков таких много на самом деле. Хотя казалось бы. Окей, почему бы и да. Пусть так, если людям так комфортно. Ты же знаешь, мы HR, и нам главное, чтобы всё работало, и всем было хорошо. Да, и бизнесу, и сотрудникам. Да, да. Вот это, кстати, мы очень тонко всегда, если говорить руководителям, предпринимателям, нашим слушателям, рассказывать, кто такие HR. Это люди, которые всегда стоят на страже интересов организации, балансируя между интересами собственника и интересами работников. Да. Основная, знаешь, как вот ещё можно сказать, основная задача HR – это обеспечить компанию человеческим капиталом в нужном количестве, в оптимальные сроки и должного уровня. Да, 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 качественными. Ну, я имею в виду, чтобы не было текучки, да, тоже за этим следить. Это оно всё отсюда следует. То есть ты обеспечиваешь компанию людьми, которые соответствуют должности, работают там с удовольствием максимально эффективно, и ты делаешь это так заранее, чтобы это, ну, в смысле, управляешь этим по времени, чтобы это были вот люди, соответствующие по уровню, по зарплате и так далее. Вот ты как-то вот на стыке всех интересов этих и трудишься. Лавируем, лавируем. Да. Вот ты сейчас перечислила шесть направлений. HR должен быть экспертом в каждом из них, или, может быть, есть какие-то там два-три самых основных, а остальные в целом не так-то сложно. Ну, как ты считаешь? Я считаю, что нет ничего, что кто-то кому-то должен, да. Каждый выбирает своё. Мне просто пришлось поработать на всех участках, я их все знаю руками. И мне, как HR-директору, это очень сильно помогло. Ну, когда тебе 23, и ты зелёный, как, ну, личностно, да, ты сидишь... Я, во-первых, была единственной топ-менеджером девочкой в компании, в IT-компании, где много брутальных мужиков, да, работает. И для того, чтобы соответствовать вот этому уровню и отвечать, я отвечала же за самый стратегический ресурс, что такое IT-компания, это весь капитал в головах тех людей, которые ходят у тебя по офису. Да, которых не так-то просто найти. Да, мы тогда, 20 лет назад мы шутили, что программиста проще родить и воспитать, и обучить, чем найти на рынке труда. Я сейчас ржу, говорю, вот сейчас эти люди уже вовсю нанимаются на работу, кодят, которых мы 20 лет назад должны были родить. И знаешь, что это и с их уровнем зарплат, на самом деле, можно было бы уже чилить, ничем не заниматься, и ребёнок бы просто тебя задержал. Да, наверное. Только буквально сегодня ехала со встречи, и водитель мне говорит там что-то про то, что здорово ничего не делать, а чтобы деньги капли. Я говорю, знаете, это неинтересно. Я пробовала. Вот я тебя поддерживаю, да, абсолютно. Тоже не моё. Да, но он, кстати, тут же со мной согласился, сказал, да, вы правы, вот я пробовала, и, в общем, да, тоже ему не понравилось. Возвращаясь к твоему вопросу, да, очень часто люди начинают с чего-то одного. HR-ы, начинающие специалисты, они начинают с чего-то одного, чаще всего это подбор. Да. Но иногда бывают тренеры, которые, ну, именно занимаются обучением, развитием людей, проводят тренинги, обучают, и там больше ничего другого не осваивают. Кто-то начинает с делом производства, им это нравится, им нравятся цифры, бумажки, законы, порядок, и окей. Есть люди, которые занимаются расчётом заработной платы и созданием системы мотивации, материальной, нематериальной, то есть это и как раз разработка схем мотивации, то есть оклад, премия, сколько этих премий в год, квартальные они какие-то будут, какой размер, всё это рассчитать. Кому-то нравится этим заниматься, он обожает это, и его не заставишь заниматься подбором, и он будет неэффективным в этом. И я тоже тебе скажу, что из всех участков и чар таких вот тех столпов, которые я тебе называла вначале, мне больше всего нравится подбор, обучение и корпоративная культура, мероприятия, организация мероприятий, вот это склеивание людей между собой, то есть это внутренние коммуникации, вот это моё самое любименькое. Совпадаем тут. Да, оценка тоже мне нравится, и когда ты, например, подбираешь, ты тоже элементы оценки используешь, то есть только ты оценишь человека на входе, а не в процессе его деятельности внутри компании. Не обязательно знать всё. Ну, конечно, если ты HR-директор, то, конечно, здорово, если ты разбираешься, хорошо, глубоко разбираешься во всех процессах, да, ты можешь не делать руками те же самые схемы мотивации, или там ассессмент-центры проводить, и заполнять чек-листы оценки, или проводить оценку там 360 градусов, или ещё что-нибудь, но ты должен понимать, как это работает, как эти процессы влияют на бизнес, зачем мы их делаем, самое главное, наверное, да, и как методологически это что ли устроено, чтобы, опять же, оценивать работу своих подчинённых, и понимать, насколько они там в правильном русле руками работают, или нет. На самом деле, да, я абсолютно с тобой согласна, вообще сложно быть экспертом во всём, да невозможно быть экспертом во всём, особенно если ты, например, HR очень-очень крупной корпорации, то, понятно, да, не делая какую-то работу руками, ты не можешь быть экспертом, но здорово, да, разбираться и уметь правильно общаться, управлять командой, людьми. А ты знаешь, вот я сейчас тебя слушала, у меня возник такой интересный вопрос, сталкивалась ли ты когда-нибудь с какими-то стереотипами, откуда человек может прийти в HR? Ну, с какой профессией? Стереотипа нет, но я знаю такие вообще карьерные треки шикарные у людей, которые приходят в HR очень из разных мест, из тех же самых программистов, кстати. Ой, у меня недавний кейс из системного анализа. Очень из разных мест. Раньше, вот лет там 20, 18, 15 назад очень часто секретари, офис-менеджеры, они, как люди, тоже много коммуникаций по работе делающие, они очень часто претендовали на позицию HR. Им казалось, что это вот прям одно и то же. Нет, это не одно и то же, но из секретарей офис-менеджеров перейти в HR было, наверное, проще всего. Вторая, наверное, участок работы, это бухгалтера, которые приходили на кадровое делопроизводство, и часто в небольших компаниях до сих пор совмещается расчет заработной платы, кадровое делопроизводство, очень часто ведет один человек, который часто относится к бухгалтерии как раз, да? То есть это такой вот смежный. Я вообще, знаешь, Настя, очень люблю работать на стыке, когда на стыке, вот как я про диплом свой рассказывала, психология, юриспруденция, да, HR, маркетинг и IT, когда у тебя есть знания, навыки в разных смежных или даже там несвязанных отраслях, сферах, и это дает тебе такой пул компетенций, шикарный веер, просто набор компетенций, который вместе вот дает какой-то уникальный экспертный опыт, и я вот очень люблю, когда вот сейчас, работая с номинантами премии HR-бренд, это конкурсы HR-проектов, компания HeadHunter делает уже 17 лет, и когда вот работаю с клиентами, они приходят, рассказывают о тех проектах, которые они делают для людей, про людей у себя в компании, и эти проекты показывают на конкурс, какие они классные. И вот когда мы с ними готовим, моя задача как консультанта помочь им упаковать этот проект, чтобы было понятно, о чем он, какая его эффективность и так далее. И вот когда мы разбираем этот проект, я всегда ищу много слоев. То есть когда у тебя проект касается, допустим, и мотивации людей, и развития, и вовлеченности, и там работает на сокращение текучести, и я всегда показываю номинантам, какой крутой у них проект, как много слоев они задействовали. И иногда бывает, они сами этого в шорох не видят, потому что они внутри находятся, им кажется, что вот они... У меня есть очень живой кейс этого 22-го, сезона премии 2022, когда мебельная компания, они пришли с проектом про марафон для продажников, чтобы удерживать продавцов у себя в салонах мебели. Интересно. Они, значит, пришли вот показать, они говорят, мы сделали марафон, но когда мы с ними начали разбираться, я стала задавать вопросы, а что еще вы делали, какими инструментами вы вот это делали, а как удержали, как вовлекали. выяснилось, что они использовали очень классные, интересные инструменты, я бы даже сказала, эзотерические. Они проводили трансформационную игру Лила, они рисовали нейрографику со своими руководителями, с продавцами, и в итоге, по результатам проекта, конечно, у них еще были тренинги по продажам, и они поменяли систему мотивации людей. То есть вот очень много слоев затронули, но они их не видели. Они говорят, Лен, мы пришли к тебе с проектом про марафон для продажников, а оказалось, что мы ого-го сколько сделали. Проект шикарный, и он такой, правда, многослойный. Я обычно это и помогаю увидеть. Я вообще люблю, когда так много чего можно одним движением руки, как в бильярде, одним ударом по одному шарику можно забить сразу три, например. Да, слушаю, очень интересно на самом деле. Ну, действительно, ведь сейчас HR, он и маркетолог, он может быть и разработчиком. Я помню, у меня как-то нужно было срочно выложить, знаете, вакансии на карьерную страницу, вот, мне все говорят, ну, мы заняты, мы не можем тебя помочь. Ну, верстальщик говорит, я занят, я не могу тебе помочь, а мне нужно прям сегодня. Я такая вспоминаю, я же закончила лицей информационно-технологический класс, что я верстать, что я не умею. Я начинаю вспоминать, короче, сижу верстаю-верстаю, в итоге у меня выдает какую-то ошибку. Я не понимаю, в чем дело, не понимаю, как исправить. Я зову его и говорю, просто посмотри в мой экран, возможно, мне нужна твоя помощь. И он так подходит, смотрит, исправляет всего лишь один знак. И он говорит, это что, сама это сделала? Я говорю, да. Он говорит, ты же HR. Я думаю, да я вам все, на самом деле. Потому что, ну, даже вот про HR и маркетинг, есть же даже марчары. Да. Ну, то есть, настолько, да, сейчас, то есть, это явно не кадры, трудовые книжки, картотека. Очень-очень уже давно, действительно, HR, он про бизнес, он про людей. Для меня, например, внутри, я себе дала такую установку, что я 50 на 50. Ну, то есть, 50 процентов я про бизнес, 50 процентов про людей. Иногда, конечно, бывают перекосы, но я, например, очень открыто всегда объясняю людям, что HR, это не только тот, кто пришел в компанию с вами дружить, делать вам классно, делать вам удобно. HR еще и про бизнес. Ну, то есть, если это плохо для бизнеса, я не буду отстаивать интересы сотрудников до последнего. Ну, ясно. Иногда бывают просто, ты сама понимаешь, в IT бывают иногда совсем нездоровые запросы со стороны людей, да, и ты вот вынужден здесь лавировать. Ты знаешь, я бы даже сказала, что HR в первую очередь на стороне бизнеса, и ведь здесь HR, конечно, очень важно иметь такое стратегическое видение на определенных позициях, да, когда ты понимаешь, а что будет хорошо для бизнеса в целом, а не для конкретного подразделения или для конкретного человека, и действуешь, исходя из интересов бизнеса. Каждый HR-специалист знает, что для привлечения новых кандидатов он должен продвигать вакансию и рассказывать о компании-работодателе на различных ресурсах. Я Анастасия Серебренникова, и сегодня я расскажу о том, как соцсети помогут соискателям узнать о вас. По статистике, средний пользователь интернета проводит в нем около 7 часов в день. Разумеется, большая часть этого времени отводится на скроллинг соцсетей, новостные ленты, фотографии, информативные или интересные тексты и так далее. А что, если он увидит объявление о вашей вакансии или прочитает пост о компании? В этом может помочь Хэхэру. Они помогают продвигать бренд работодателя, рассказывая о нем с помощью популярного канала хэштег «Соцсеть». Это повышает доверие кандидатов через партнерские посты, ведь Хэхэру говорит соискателями на одном языке. Вот что эксперты Хэхэру советуют HR-специалистам. Первый совет. Заведите аккаунты компании в различных соцсетях. Это нужно для того, чтобы о вас узнавали не только клиенты, но и потенциальные сотрудники. Второй совет. Делитесь информацией о компании. Рассказывайте о своих успехах, победах и о том, как вы растете. Кандидаты, наблюдающие за ростом компании, гораздо более заинтересованы в том, чтобы стать частью команды. Третий совет. Интересуйтесь мнением подписчиков и создавайте интерактивы. Так вы покажете, что вам важно мнение каждого, кто работает с вами и кто подписан на ваши соцсети. А еще вы можете укрепить бренд работодателя вашей компании с помощью услуги хэштег «Партнерский пост» в группах HR-у в соцсетях. Они помогают создавать нативные информационные посты, ориентированные на ценность для кандидатов. Вы можете заказать пост любого формата. Интервью, лонгрид, голосование, фотографии карточки и другие. Вам нужно только заполнить бриф, согласовать предложенную тему и предоставить материалы, которые появятся в соцсетях. Все остальное сделают специалисты HR-у. От написания текстов и создания постов до предоставления статистики по просмотрам и переходам. Доверьте соцсети профессионалам из HR-у. Узнать о соцсетях больше можно по ссылке в описании. А в следующем выпуске я поделюсь новыми лайфхаками об организации эффективного процесса найма и о трендах. По данным Международного аналитического агентства SimilarWeb, российский сервис онлайн-рекрутинга HR-у входит в тройку популярных интернет-ресурсов всего мира в категории работа и карьера. За последние несколько лет HR-у из джоб-борда вырос в целую кассистему сервисов для поиска сотрудников. Организация управления процессов найма, кадрового документа оборота, обучения команд и развития бренда-работодателя на рынке труда. HR-у – хедлайнер технологий в российском онлайн-рекрутинге. Компания разрабатывает и внедряет собственные решения на основе машинного обучения и искусственного интеллекта. А еще – хэ-хэ-ру – эксперт развития и продвижения бренда-работодателя. Уникальные проекты, создаваемые специалистами компаний, помогают повысить узнаваемость работодателей, вовлеченность сотрудников и снизить стоимость отклика. Предлагаю нам с тобой поговорить о том, как понять, что компании нужно нанимать HR-специалиста. Как вообще понять предпринимателю, например, что пришло время и что он один не справляется, или просто офис-менеджер, которому они дают разбирать резюме на HeadHunter, тоже это уже не ок. Вот, в какой момент? Совсем красной лампочкой будет, когда ты понимаешь, что ты не вывозишь, да? Но лучше не доводить до этого. И здесь у меня нет рекомендаций, что если в вашей компании больше 30 человек, вам обязательно нужен HR. Потому что я знаю компании и меньшего размера. Все равно есть компании, где IT, какой-то стартап, 30 человек, и у них есть хороший свой дорогой HR, который делает им все красиво и вкусно, да? Ну, лучше сразу красиво сделать, да, чем потом разгребать, когда у вас 200, да, и вы такие решили нанять. Ну, вот я тебе так скажу, наверное, от 50 человек уже точно нужен кто-то. Часто бывает в компаниях меньшего размера, кто-то функции выполняет. Он не является HR, он совмещает что-то с чем-то и еще и подхватывает какие-то вопросы, связанные с управлением людьми. Но это уже какая-то, ну, часто бывает, не системная работа. А если уж мы говорим о том, что бизнес по-взрослому делаем, это действительно красиво и правильно. Важно, может быть, HR нанимать, но не первым. Сегодня как раз, да, с водителем разговаривали, который мне говорил, что хорошо бы не работать, а деньги капали. Он говорит, вот у меня был бизнес, я прогорел, потому что не занимался маркетингом и менеджментом. Я, говорит, все, сделал ставку на продукт, и у него производственный стартап, скажем так, производственная компания. И вот мы как раз обсуждали с ним во время поездки, поговорили про то, как важно действительно выстраивать и маркетинг, и менеджмент. Ну, не зря же у нас три кита бизнеса. Это люди, это деньги, и это продукт. Продукт плюс клиент, так скажем. Таких интересных кита. И вот HR, они, конечно, отвечают за первого кита. Это люди. Если не будет людей, то некому будет продавать, некому будет производить. И там все закончится печально. И вот если там, чтобы... У нас же есть по статистике только один-три стартапа и сотни по разным методологиям выживают через год. То есть вот чтобы не попасть в число тех 97, которые закрылись, важно вовремя распределять свои ресурсы и брать, нанимать правильных людей. Как раз HR в этом и помогают. Найти правильных людей, расставить их корректно, как на шахматной доске, чтобы каждая фигура максимально эффективно выполняла свою роль. Да, я бы сказала, что люди — это один из самых главных китов, пожалуй, на котором держится компания. Ты знаешь, вот общаясь с разными предпринимателями и управленцами, я очень-очень часто, вот последние, я бы тебе сказала, наверное, года четыре, слышу столько жалоб на то, что очень тяжело найти хорошего, толкового HR. И я как-то одному предпринимателю действительно помогала с этой задачей. И столкнулась сама, потому что в основном я себе нанимаю рекрутеров, прям вот HR-ов, HR-ов нет. Я действительно столкнулась с этой проблемой, и в целом, как вообще, как ты считаешь, сложно найти хорошего HR? Может быть, мы не туда смотрели, может быть, эти предприниматели не туда смотрят, и мы что-то не так делали. Ты абсолютно права, я предприниматель права. Я в 20-м и в 21-м году своим двум любимым клиентам, так получилось, они пришли ко мне, попросили, говорят, можешь нам подобрать, найти. Я закрывала им вакансию. У меня воронка была такая, 600 человек, 600 резюме я просмотрела, 30 я позвонила, 5 из них я позвала на собеседование, и одного человека клиент нанял. Это хорошо еще, что одного наняли. Вот у меня есть кейс, когда 2 года искали. Ну, это, конечно, у меня вопросы к профессионализму, потому что точно такие люди есть, вопрос там и цены, и методологии, и везения тут, но везение все-таки это 5%. Ну, у меня не может быть нерезультативных наймов, все-таки опыт не пропьешь, Настя, поэтому у меня это, ну, то есть это было, правда, долго и болезненно, хотя у меня и большой круг общения HR, но, как правило, тоже не всем все подходит, кто-то не хочет менять, кто-то не готов, кому-то зарплата не нравится, кому-то бизнес не подходит, не нравится. У меня был такой опыт, когда я еще сама работала в найме HR, и меняла работу. Я, кстати, после 50 собеседований, в тот период я очень прям, я еще работала, но хотела поменять бизнес-направление. У меня такой вообще белый-воротничковый всегда был бизнес, и вот я после 50 собеседований перестала считать, на сколько же интервью я сходила, когда искала работу, потому что я очень тщательно выбирала, обжегшись на молоке, дует на воду, я прям смотрела на менеджеров, на менеджмент, на топов, кому подчиняться, и на сферу, на индустрию бизнеса, и на то, как со мной проводятся беседования, кто эти люди, как они, как я в офис захожу, как меня встречают ресепшн. То есть это очень много-много фактов. Это, кстати, на заметку с нашим слушателем прекрасным, когда вы нанимаете человека, тут мелочей не существует. Всегда все важно. Как кандидата встречает, охранник ли, ресепшн ли, смотря что там, входная группа вот эта, в офисе, в бизнес-центре, если у вас это, или производство, ну, в общем, место работы, на будущем месте работы, как встречают кандидата, насколько адекватные люди там работают, это очень о многом говорит. И я, например, как человек опытный, я сразу отсекаю такие моменты, когда я вижу, что это просто не мой работодатель. Да? Ну, 50 звучит вообще очень круто. Их было больше, больше. Я искала работу не спеша, потому что я работала, у меня было, в принципе, всё неплохо по деньгам и по задачам. Но у меня поменялся руководитель, и я понимала, что с этим человеком я в долгую работу не смогу. Просто там функционал сильно требовался меньше, чем я умею и хочу делать. Была у меня похожая ситуация. Да, да. Вот я поэтому не спеша ходила по собеседникам, искала своего идеального работодателя, и так, собственно, ушла в консалтинг, и потом уже его возглавила. И да, и с тех пор там у меня началась другая страница, поэтому я не зря, точно не зря прошла те интервью. Возвращаясь к вопросу, как найти хорошего HR, тут несколько факторов нужно учесть. Первое, с чего стоит точно начать, это понять, для чего тебе нужен HR, какие задачи ты хочешь ему поручить, что он будет у тебя делать. Он там будет подбирать, он будет корпоративные мероприятия делать, он будет там делопроизводство вести. Это будет один чек, два чека. Ну да, то есть вот важно очень определить тот функционал, который ты от чека хочешь. Потом задать себе следующий вопрос, а какой личностно на этой должен быть человек? Он должен быть... Давай лучше всего работают примеры. Я как-то выступала в Иваново, в Ивановской области, в город Плёс ездила, на бизнес-форум Волжский. И, в общем, там ко мне после моего выступления подошёл предприниматель, говорит, Елена, вот что-то я не понял. Вот он тоже искал HR, говорит, вот у меня такая ситуация. У меня, значит, сеть розничных магазинов по Ивановой области и там в Ярославской области есть. Ну, в общем, короче, региональная сеть магазинов. У меня бизнес растёт, развивается, открывается магазин. Мне нужен такой живчик, такой прям мотор, которому... Ну, вот представь, ездить по регионам, встречаться с людьми, нанимать людей, продавцов в регионах. Нужен такой прям энергичный человек. А я, говорит, два месяца ещё, вообще не те приходят люди. Я говорю, а покажите мне ваше объявление. Ну, то есть, официальная вакансия. Подожди, а HR-директор разве вообще должен ездить по регионам и кого-то нанимать? Ну, ему нужен был HR в одном лице, который бы открывал, открывал, то есть, он в основном нанимал продавцов, ездил, ну, то есть, помогал открывать, но в смысле не то, что он открывал, но он нанимать должен был в открывающиеся магазины людей. То есть, этот человек всё равно подразумевался командировки, подразумевался действительно высокий уровень витальной энергии, жизненной энергии, чтобы человеку было, чтобы он вот съездил одну командировку, потом три месяца лежит, отходит, приходит в себя. Вот такой человек бы не подошёл. Я говорю, так, что происходит у вас? Он говорит, вот я за два месяца посмотрел, 22 человека. Это тоже такая воронка неплохая. Получается, у него через день было по собеседованию, грубо говоря, он через день смотрел человека. Ну, грубо, да, так вот, если прикинуть. И, говорит, приходили все такие какие-то вяленькие, какие-то прям скучненькие. Я говорю, так, показывайте мне описание вакансии. Что я вижу в описании вакансии? Я вот сейчас вот тебе скажу. Жалко, что у нас нет никого, у кого спросить из предпринимателей, да, как вы думаете. Но сейчас, друзья, вы тоже, пока я буду говорить, задайте себе вопросы, что было не так там. Значит, что я вижу в описании вакансии? Стабильная компания, рабочий день с 9 до 18, пятидневка, все белое, английский оплачивается, обеды в офисе. Ну, там что-то еще было, но вот, собственно, вот так. Как ты думаешь, почему приходили к ним такие вяленькие люди-то? Ну, так потому, что у них все, да, все четко прописано, как будто, знаешь, звучит так, как будто от забора до обеда. Вот, да. То есть он покупал на рынке, да, туда, покупал, хотел купить моторчика, живчика, но у него ни слова не было сказано про бурный рост, про командировки, про интересные задачи, про новых людей. Ну, это же... Что такое командировка? Это помимо того, что ты куда-то едешь, и ты же знакомишься с большим количеством людей, новый регион, новые кафешки, новый... То есть это вот такой тип личности должен быть действительно подвижный, и это скорее такой экстраверт должен быть, человек легкий на подъем. Да, конечно, не обремененный еще маленькими детьми и все такое, да. Ну, то есть человек должен сразу видеть это в вакансии, потому что если есть... Да, да, да. Какие командировки там? То есть он не продавал в описании вакансии, не продавал то, что у него было на самом деле. И как только мы с ним поменяли описание вакансии, он через две недели мне написал, сказал, Лена, я закрыл вакансию, я нашел того самого своего чара. Потому что мы с ним прямо вот в коридоре возле конференц-залок, да, переписали вакансию, я просто ему показала, кого он на самом деле приманивает этим описанием, да, то есть к нему приходили люди стабильные, которые ценят вот эту стабильность в пятидневку с девяти до восемнадцати и там обеды в офисе. А совсем не бурный рост и возможности, которые у тебя открываются, когда ты вот ездишь и открываешь магазин. Да, слушай, хочу живчика, напишу в вакансии, что на обед даже не надо никуда ходить. Вот, поэтому... Просто тебе все в офис принесут, да. Второй совет такой, или я уж не знаю, третий, это вот помимо того, что ты четко понимаешь, чем будет заниматься человек, ты понимаешь, кто тебе нужен, где такие люди могут водиться и как их приманить, да, как их привлечь, вот какую наживку, что написать в этом описании вакансии, чтобы нужный человек откликнулся. Еще у меня таких примеров очень много, когда продают одно, а покупают, а хотят другого и смотрят, а почему не мэтчатся, почему не совпадает одно с другим, а потому что в написанном объявлении совсем другое, вы продаете другие вещи, продаете там стабильность, при том, что у вас надо продавать какие-то другие вещи, там развитие, деньги, возможности, карьерный рост, ну то есть, смотря что есть, вот, и вот когда ты понимаешь, кто тебе нужен и где такие люди водятся и что они будут делать, найти человека, это уже вопрос техники, дальше уже идут чисто технологии, где опубликоваться, быстро ответить, быстро провести оценочные процедуры, то есть это телефонное интервью, очное интервью или там в зуме, ну очное, конечно, с HR надо прям очно собеседовать, вот прям надо. Ну вот у меня, да, сейчас как раз будут к тебе вопросы несколько, да, на эту тему, давай немножечко про поиск поговорим, есть ли какие-то особые источники, помимо HeadHunter, где можно поискать себе HR? Конечно, но у нас вообще в ХХРУ, это, ну безусловно, там ресурс номер один для меня, потому что, во-первых, я сама как кандидат всегда искала работу на ХХ, и прям с детства, можно сказать, да, с первых мест работы и потом и нанимала всегда, то есть на ХХ, это мой основной был всегда источник, а помимо этого хорошо работают группы в Телеграм, вот соцсети сейчас похуже работают, я имею в виду всякие ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбуки, раньше это было прям, ну тоже смотря какая индустрия, смотря какая сфера, если там IT, это одно, если это будут там кассиры-продавцы, это другое, если HR, там это третье, то есть это нужно всегда смотреть от целевой аудитории вакансии, то есть кого ты нанимаешь, это будут источники разные, в регионах до сих пор отлично работают листовки в почтовый ящик на определенной вакансии, понимаешь, или объявления на остановках, или на магазинах, да, то есть смотря кого тебе надо, доски там, объявления какие-то, то есть я вообще за то, чтобы у меня вот в рамках премии HR-бренд некоторые номинанты приходят с проектами, где они используют, вот давай так, чтобы не быть голословной, в прошлом году, в 21-м, РЖД подавала проект БАМ-2.0, ну все знают, что РЖД строит второй БАМ, и там тысячи просто работников, работяг нужны для того, чтобы вот рельсоукладчики, все вот эти шпала, чего-то там, ну в общем, короче, все рабочие разных калибров, строительные, инженерные, железнодорожные, в общем, всякие разные, и они вот в рамках проекта мы с ними посчитали больше 30 источников подбора, использовали, оригинальные, например, из тех, что я запомнила, они, например, использовали банкоматы Сбера, давали рекламу на банкоматах, естественно, в тех регионах, где идет стройка, там они это делали, то есть не по всей стране, а вот там, это Дальний Восток, Байкал, да, где-то там, ну в общем, Сибирь, Дальний Восток, они там давали на банкоматах Сбера рекламу о том, что они строят второй БАМ, и это очень романтичная история такая была у них, прям классная рекламная кампания была про это, и они таргетировали свои вакансии, вот и в соцсетях тех же самых, ну в общем привлекали, больше 30 источников использовали. В этом году у меня есть прикольный кейс, пивоваренная компания Эфес, они в Ижевске вынуждены были с Украины переносить центр обслуживания в Россию, и в Ижевске открывали очень в сжатые сроки, им нужно было открыть такой центр обслуживания, сервисный центр, и они там около 350 человек наняли за буквально за 3 месяца, и они использовали 16 источников, но они и воблеры в магазинах, это вот на самих холодильниках с пивом, такие штучки, использовали для рекламы вакансий, и там курсы Экселя бесплатные в регионе в Ижевске проводили для того, чтобы научить, ну им нужны были вот эти скиллы, Эксельные, чтобы люди, которые к ним приходят, они обладали этими знаниями Экселя, они запустили целый бесплатный курс, и учили абсолютно всех, то есть не надо было после этого идти отрабатывать этот курс к ним, нет, но они среди толковых, талантливых ребят, кто учился у них на этих бесплатных курсах, тоже промотировали вакансии и подбирали оттуда. И в бизнес-ланче, в соседних бизнес-центрах, где ланч, они там тоже клали рекламку, ну естественно договорившись с этими кафе, о том, что у них вакансии, то есть они соседние бизнес-центры пощипали тогда таким образом. То есть это надо исходить из целевой аудитории, кого ты нанимаешь, где эти люди водятся. Давай теперь поговорим, сколько этапов собеседования рекомендуется для этой должности. Ты уже ранее озвучила то, что HR нужно нанимать очно, меня наняли удаленно, успешно, такой маленький спойлер, очень успешно, и для меня, и я уверена для компании, раз я уже три года там тружусь. Если даже я так тебе скажу, так как мы всё-таки рекомендации даём предпринимателям, людям, которые не специально обученные и подбирают себе будут HR-а сами, например, то я, конечно, рекомендую всё-таки один из этапов сделать живой очный, потому что вот очень важно, с кем ты работаешь, и когда мы проводим, я ведь тоже нанимала очень много людей удалённо, задолго до пандемии. Первые мои скайпы, тогда ещё скайп-интервью, были в 2008 году, 15 лет назад, и мы нанимали людей в других регионах, и они успешно работали. Но если мы говорим про HR-а, который такой, знаешь, это всё-таки правая рука собственника, генерального директора, человек очень доверенный, и очень важно, чтобы была химия, и вот эту химию, Zoom и другие там электронные средства связи, они не дают мимику, микродвижений, вот эту вот энергетику, понять, вот как ты именно с человеком, насколько тебе комфортно общаться. Конечно, когда была пандемия, у нас не было выбора, мы все нанимали удалённо. Ну, это вот и была пандемия как раз, да, май после первой волны. Но если есть возможность провести какой-то из этапов очно, не все, я думаю, что очно надо встречаться только с финальными кандидатами, которые прям вот ты думаешь, да, скорее всего, это он. И тогда, когда он приезжает к тебе лично, ты на него смотришь и чувствуешь, это он или не он, да, всё-таки это ищем дальше, или вот это прям тот самый кандидат, тот самый HR, который будет со мной работать долго и часто. Да, согласна. Такой кейс у меня, кстати, тоже был, когда я приезжала в другой город, чтобы познакомиться. И, да, какое-то время потом консультировала эту компанию. Да, ну здесь, ну вот повезло. Повезло, видимо, и мне, и моему складу, что у нас случился такой мэч, несмотря на то, что мы все, да, все этапы переговоров провели полностью удаленно. Как ты считаешь, принято ли давать HR-у тестовые задания? И, может быть, парочку примеров приведёшь, какие они могут быть, и там на собеседовании какие-то живые кейсы, или что-то, может быть, нужно давать домой? Смотря кого ты ищешь. У HR тоже бывают разные. Если это рекрутер, то да. Если это кадровик, то да. Ну, все можно давать. То есть кадровику нужно дать задачку заполнить какой-то нестандартный случай, да, дать заполнить Т2, какими там, не знаю, он будет средствами пользоваться. Или дать тест Бурдона, например, пробу Бурдона, он как раз на внимательность, аккуратность, умение работать с большим массивом таких скучных цифр, букв, да, на поиск ошибок. То есть можно совершенно нормально использовать и тестовые, и кейсовые методики, если вы человек специально обученный. То есть, да, если вы не подбираете и не являетесь там психодиагностом, человеком, который, протестировав другого, поймёт, что написано в этом заключении, да, сможет интерпретировать там шкалу оценки, то можно использовать и там тесты. Кейсы, да, конечно, можно использовать, но я больше всего люблю интервью. Есть такой метод ключевого подбора. Его метафора в следующем. Прошлый опыт кандидата даёт ключ к его поведению в будущем. О, интересно. То есть если у тебя есть какая-то... Ты знаешь, что у тебя есть какие-то особенности, нюансы, ну, или там часто встречающиеся ситуации, там, текучесть в каком-то подразделении, тебе нужно её решить, то ты прям задаёшь человеку вопрос из его прошлого опыта, как вы решали ситуацию с текучестью, например. Вот у вас наверняка была текучесть хотя бы в какие-то этапы. Как вы, что вы делали для того, чтобы понять, разобраться, устранить? И исходя из того, что человек вам отвечает, рассказывает, вы поймёте, он делал это или не делал. Он сейчас придумает, фантазирует, или это действительно у него в опыте это есть. То есть я всегда основываюсь на прошлом опыте кандидата, потому что он прям валидный. У нас мозг так устроен, мы очень ленивые люди, и в 95% случаев будем делать точно так же. Нам так проще, ресурсы экономятся так больше. Поэтому вот прошлый опыт кандидата даёт ключ к его поведению в будущем. Пользуйтесь с удовольствием. Если это вы отбираете стажёра, уже есть опытный человек, и вам нужно ему найти кого-то в помощь стажёра, то здесь, конечно, другие будут. Там у него нет просто прошлого опыта. Здесь такие моделирования ситуации подойдут. Но имейте в виду, друзья, что когда вы задаёте ситуацию гипотетическую, которой не было в опыте человека, то вы получите социально ожидаемый ответ. То есть это будет не то, как человек будет действовать, а то, как надо действовать. Но совершенно не факт, что именно этот кандидат будет действовать ровно так. Я обычно спрашиваю, когда подбирала своим клиентам в пандемии и постпандемии, я спрашивала, какая самая сложная вакансия для тебя была, почему, как ты её закрывал, какие источники ты использовал, а сколько кандидатов, какая твоя воронка, умеешь вообще-то считать воронку, а сколько была стоимость источников подбора, для того, чтобы выбрать, где нанимать на хэ-хэ, или в Телеграме, или ещё где-то. То есть тоже нужно понимать стоимость найма одного человека. То ко мне приходят иногда, клиенты говорят, слушай, а вот на другом джоббарде там много кандидатов. Я говорю, а сколько из них ты нанял? Когда человек говорит, слушай, а правда, я вот там увидел 50 человек, но из них мне подошло 2, а на хэ-хэ я увидел там 30, но из них мне подошло 5, то всё-таки какой ресурс эффективный? Там, где ты нашёл 5, потому что тебе ключевое – это найм, а не сколько там людей вводится вообще. Да, ещё очень важно, на самом деле, вот знаешь, когда рекрутеров я собеседовала к себе, если мне говорили, что там какую-то вакансию, ну вот сложный кейс, да, мы нанимали долго, а я начинаю ещё копать в причины. А разбирались ли в причинах? Ну то есть причина не всегда в источнике, где вы ищете человека. Иногда вы смотрите не туда, иногда вы что-то делаете не так. Описано что-то не то в вакансии. Да, ну то есть вот анализировал ли ты вообще, смотрел ли ты, думал ли ты, почему. Ну то есть можно продолжать тупо делать работу в стол, а можно сесть и проанализировать с коллегами, с нанимающими менеджерами. Давайте подумаем, что мы делаем не так. Возможно, дело в нас. Ты знаешь, есть у меня такой классный вопрос. Я его отношу, это уже как бы такой он, не по хардскилам, HR-овским, а вообще его можно на любую вакансию сдавать. Я обычно прошу человека рассказать о своём самом большом профессиональном достижении. Какое у тебя самое большое, чем ты гордишься в своей работе, что считаешь своим большим достижением. Когда человек отвечает на этот вопрос, включая рекрутеры, HR-а, сразу виден масштаб личности человека. Да, да. Когда он отвечает, что для него достижение, и ты сразу меряешь, насколько тебе его достижение, насколько оно вписывается в твою систему ценностей, насколько ты считаешь, что да, это круто, или не очень круто, или это вообще какая-то ерунда. Человек считает, что это прям самое большое его профдостижение. Ну, то есть, отчего тогда от него ждать, если это его самое большое достижение? Поэтому вот такие вопросы тоже там стоит людям задавать. Очень люблю вопросы на ценности. Я считаю, что когда ты HR-а подбираешь к себе, если ты собственник, руководитель, то тоже очень важно, чтобы ваша система ценностей, она там совпадала, была близкой, по крайней мере, вы на одном языке говорили, тогда очень большую долю проблем вы сможете избежать с этим человеком в будущем. В общем, я рекомендую и про ценности тоже спрашивать. Давай представим, что у нас предприниматель нанял себе HR-а, ну, пусть это будет middle HR, или senior HR, кто угодно. Ну, давай возьмем прямо от медла. Как ему понять, что он сделал правильный выбор? Через какой промежуток времени, да, и по каким критериям понять, что все верно? Ты знаешь, ну, вот по моему опыту, человек, если ты нанял не того человека, то в первый месяц работы это, как правило, уже понятно. Ты уже чувствуешь, что что-то идет не так. Вообще, если человек ошибся, бывает же такое, что тебе все нравится, а человеку у тебя не нравится. Да. Вы ошиблись, да? Ты когда ему продавал вакансию, то слишком хорошо ему продал ее, а его ожидания не совпали с реальностью. Он там чего-то другого на самом деле хотел. Я всегда всем работодателям объясняю, что испытательный срок, он и для работодателя, и для сотрудника. Да, совершенно верно, Настя, я разделяю. Вот такие, которые совсем попадали не туда. В первую неделю уже обычно все понятно. А те, кто еще колеблется, или там у тебя есть... Ну, вообще, я так скажу. У меня папа врач, он всегда мне говорит, Лена, всякое сомнение подлежит уничтожению. Если ты сомневаешься, лучше не делай. И вот я ему верю, и этот принцип у меня очень классно работает в жизни. И вот если я сомневаюсь в кандидате, то я его не беру, я ищу дальше. Потому что по моему многолетнему опыту бывает так, что ты не понимаешь, что конкретно тебя смущает. Ты не всегда можешь это вербализовать, словами обозначить. Но ты чувствуешь, что здесь подвох, здесь что-то не так работает. И на практике это всегда вылезало боком. Поэтому, если я сомневаюсь, я ищу дальше просто. Да, но здесь еще такой важный момент, чтобы предприниматель при этом плотно взаимодействовал с новым HR-ом первое время. Потому что есть же такое, я тоже наверняка с этим сталкивалась, вот я уверена на 300%, что я же нанял человека, пусть он там сам себе копается, сам что-то делает, а я особо не буду туда вникать. Нет, нет, адаптацию никто не отменял для HR-а, да. Да, если так подходить, да, то, безусловно, в первую неделю можно и проглядеть звоночки тревожные, да, или потерять. Лен, можешь назвать топ-3 харда софт-скилла для успешного HR-а? Наверное, так скажу. Сейчас вот давай по хардам сначала пройдемся. Сейчас без аналитики никуда, без маркетинга никуда. И поэтому вот умение создавать, креативить, да, и такие, может быть, технические скиллы иметь, это прям очень здорово, если у HR это есть. Маркетинг – это как раз работа с воронками, это и цифры, и там создание дешбордов, то есть это такой стык стеков, да, так технологических. Поэтому, наверное, харды – это вот, ну, как минимум, уверенное владение Excel, умение работать с макросами, с цифрами, анализировать вот стоимость подбора, опять же, источники, если это рекрутер. Если это оценочные инструменты, то знание вот современных диджитал-инструментов по оценке, мотивации, подбору и так далее, да. Опять же, для рекрутера, для HR-директора это будут одни скиллы, для рекрутера это будут совсем другие скиллы, да, для более высокой позиции, конечно, о чём я уже говорила, стратегическое видение, такое умение посмотреть на интересы организации в целом, это умение прогнозировать, вот условно говоря, если мы понимаем, что через год мы будем, или там через полгода мы открываем новое направление бизнеса, то мне уже сегодня нужно искать людей, формировать компетенции у тех людей, которые работают для того, чтобы перейти через полгода в новую реальность. Если я этого делать не буду, то мы будем тушить пожары, мы будем терять деньги, бизнес будет терять деньги, и это будет моя ответственность. Поэтому вот умение рассчитывать, умение смотреть чуть-чуть вперёд и знать очень хорошо, куда идёт бизнес, для этого нужно ходить на планёрки, нужно общаться с руководителем, не только с генеральным директором или собственником, но и с руководителями функций, уметь выстраивать отношения с ними, именно вот такие конструктивные, рабочие, неформальные. Ну, понятно, что коммуникации у нас это софтовый скилл, тайм-менеджмент управления временем, тоже такой, да? Ну, такие, наверное, вот эти основные... Да, ну, про эмпатию мы с тобой уже сегодня вначале говорили. Мне кажется, это уже такой уже must-have, что без этого, наверное, никуда. Странно об этом, да? Странно уже это озвучивать, да? По наблюдениям, аналитики и вот те HR-ы, которые занимаются заработной платой, разработкой системы мотивации, у них с эмпатией очень грустно, очень грустно. Их с коммуникациями тоже бывает часто не очень весело тоже. Поэтому здесь тоже HR-ы разные, задачи, функционал разный, поэтому надо всегда исходить из того, чем будет заниматься твой человек, да? Какие задачи решать? Ты должен задать себе вопрос, а какие качества нужны для того, чтобы успешно с этим справляться? Это усидчивость или, наоборот, там, подвижность. Если ты ивенты делаешь, там, вот эти корпоративные мероприятия, то усидчивость тебе точно не нужна, она тебе будет вредить. А если ты там КДП, которую ты книжки заполняешь, ведёшь, то тебе, наоборот, мотор в одном месте не нужен, да? То есть... Никуда без этого. Тут надо всегда исходить из здравого смысла и функционала. Да, да, согласна абсолютно. И напоследок задам тебе уже свой традиционный вопрос. Что бы ты посоветовала тем работодателям, которые хотят собрать лучшую команду для своего бизнеса? Наверное, в первую очередь, это расти личностно, становиться более зрелыми личностно, потому что хорошая команда, она сама по себе... Знаешь, ко мне приходят иногда руководители, говорят, вот, Лен, некому даже поручить, они все бестолковые. Я говорю, стоп, а кто их нанимал? Кто нанимал этих людей, которым некому поручить, из которых некому поручить какую-то задачу? Я всё делаю сам, я погряз в операционке. Знакомо? Тогда, значит, растём сами. В первую очередь, важно расти самому, развиваться, читать, ходить на конференции, общаться, расширять горизонты, заниматься своей устойчивостью, психологической, эмоциональной. Важно, конечно, хорошо платить людям, достойно платить людям в рынке. Я не говорю, что перебивать рынок, нет. Хорошее дело должно быть прибыльным. То есть, наверное, в первую очередь, надо заниматься хорошим делом, чтобы оно было прибыльным, и потом уже к этому расти самому, для того, чтобы привлекать классную команду, классных людей. Если у вас костяк топ-менеджеров будет супер, то и их подчинённые будут супер, и их подчинённые супер. И вот эта вот эскалация профессионализма, она пойдёт, пойдёт по всем ступенькам управления. Ну, начиная всегда с себя, конечно. Крутейший совет, на самом деле. Я надеюсь, хотя я уверена, что наши слушатели, предприниматели обязательно к нему прислушаются. Друзья, пусть у вас всё получится. Да. Я тоже желаю, чтобы у них всё получилось. Как я всегда говорю, все кризисы пройдут, а отношения с людьми останутся. Сегодня своим опытом найма HR с нами поделилась Елена Лондарь, HR-эксперт и руководитель проекта социальных медиа Хэхэру. Лена, спасибо большое за эту интересную и тёплую беседу. Спасибо большое, Настя. Спасибо большое, дорогая студия Red Barn и наши слушатели за возможность поделиться опытом. Я желаю вам больших успехов. С вами была Анастасия Серебренникова и подкаст «Как искать» аудиогид по поиску лучших специалистов в своём деле. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин